В районе остановки Академическая мотоциклист продырявил Приус. На месте ДТП работает экипаж Дорожно-патрульной службы. Полицейские составляют схему аварии, опрашивают водителей. До момента столкновения каждый из водителей ехал по своим делам. Но направление у гибрида и мотоциклиста было одинаковое. Оба двигались из Владивостока за город. Встретились, как говорится, нежданно-негаданно. Я ехала по средней полосе из города. И на повороте почувствовала сильный удар в правую дверь сзади. И вижу, что мотоциклист впереди меня оказался. Ну вот, видимо, не справился с управлением. Может быть, скорость нарушил. Маневрировал, ехал между первой и второй полосой. Не рассчитал расстояние, задел лапкой, дверь прился, все. Пострадал сам, не пострадал? Нет, не пострадал. Мотоциклист признает свою вину. Хозяйка гибрида, увидев немаленькую дырку, в правой двери авто испугалась. Но быстро пришла в себя. Признается, что впервые занималась стаж вождения, попадает в аварию. Машину придется ремонтировать. Благо, за счет страховой компании виновника ДТП. Насколько серьезно ваша машина пострадала? Я не знаю. Ну, пострадала сильно, потому что, ну, две двери и один порог. Он тоже, да, то есть, я думаю, что ремонт будет большим. Водитель мото особо не переживает. Говорит, что отремонтирует своего железного коня. Участники аварии незамедлительно вызывают сотрудников ДПС. В устной и письменной формах объясняют, как случилось дорожно-транспортное происшествие. В итоге штраф за несоблюдение бокового интервала получит байкер. После оформления аварии транспортные средства разъедутся.